Приветствую вас. По описанию получается так, что вы боитесь сближения, по описанию получается так, что вы очень сильно боитесь сближения и когда все хорошо, вам плохо. Тогда все хорошо, вам не спокойно, нервозно, неприятно может быть. А почему так происходит? По какой причине так происходит? Ну, то, что вы боитесь сближения. У вас проблемы с личными границами и проблемы, возможно, с приятным себя, то есть вы себя, может быть, ну, чересчур занижаете. Вот, хотя здесь, конечно, нужно выяснять, да, то есть так вот сказать, прямо сейчас про вас это, ну, наверное, нельзя, потому что, ну, непонятно, по-моему, так это или не так. Вот, существует игра детская, я приближаюсь и отдаляюсь, по-моему, она называется, как-то так она называется, по-моему, эта игра. Да, ну, вот, вполне возможно, что эта игра, именно про вас, вот, вполне возможно, что эта игра, она именно про, про ваше поведение, вот, вполне возможно. Хотя, безусловно, я в этом не уверен, да, и сейчас сказать я вам этого наверняка не могу. Ну вот, но, совершенно очевидно, что в близости вы все-таки очень сильно боитесь, вот именно в близости вы боитесь, это факт, скорее всего. И, в таком случае, да, можно говорить про личные границы, в таком случае можно говорить про личные границы, про навык, навык их устраивания, навык устраивания личных границ. Вот, то есть, умение говорить, нет, с одной стороны, да, с другой стороны, это умение говорить, да, и с другой стороны, возможно, налаживание навыков, ну, просто навыков взаимодействия с людьми. Вот, то есть, на мой взгляд, это такая очень, очень важная тема, да, вот, которую, которую вам, ну, так или иначе, нужно, нужно обязательно исследовать. Вот, потому что, то, что вы описываете, это, вот, именно, такой аспект, именно, такой момент. Вот. Давай, давайте смотреть, смотреть. Дальше, то, что вы пишите. Значит, у меня есть хорошие друзья, но когда они ко мне завседующие мне не имеют, я хочу, чтобы они пошли, и они просили меня прощей. Здесь, по-видимому, у вас есть недостаток во внимании, да, то есть, недостаток, точнее, в собственной значимости. Вам не хватает чувства, вам не хватает чувства собственной значимости, вот, и вы, а, вот, ну, знаете, в том, чтобы вас просили прощения. То есть, только, только так вы чувствуете себя, ну, более-менее хорошо, хорошо. Без этого вы себя так не чувствуете, и вам, собственно, ну, тяжело, вам тяжело, вам комфортно. Ну, вот, значит, ситуация, она заключается именно в этом, скорее всего, вот, заключается именно в данном аспекте, скорее всего. Вот, и смотреть, соответственно, нужно именно туда, именно в этом направлении, да, то есть, для чего вам необходимо прощение этих людей, да, то есть, чтобы, ну, чтобы просили прощения у вас. Зачем? Зачем? Зачем вам это нужно? Что для вас это нужно? Понимаете? Ну, вот, то есть, на мой взгляд, именно на это, вот, и нужно, в не последнюю очередь, обратить, обратить, ваше внимание. Дальше. Когда они извиняются, я их прощаю, мы дружим дальше, до следующего заскока. Видите вы? Ну, здесь, опять же, происходит игнорирование. Да, то есть, вы пытаетесь игнорировать свои какие-то тревожные сигналы, которые посылают вам ваше подсознание. Вот. Делать этого категорически не стоит, потому что ваше подсознание, оно знает, что делает. И ваше подсознание, оно, скорее всего, свидетельствует. Оно свидетельствует о том, что что-то у вас не так. Что-то у вас идёт не так, что-то у вас происходит не так, как нужно. Вот. И, соответственно, соответственно, да, нужно это исследовать. Вот. Соответственно. Соответственный метр исследовать. Вот. Тут то, что, вот, вы описываете. Заскоки, это свидетельство, свидетельство того, что у вас есть тревога. Ну, тревожность какая. Её просто игнорировать, да, просто игнорировать, тревожность, на мой взгляд, нельзя. Ни в коем случае. Вот. Так что, либо сами поисследуйте, откуда у вас и почему возникают заскоки, как вы называете их. Либо выберите себе психолога и вместе со специалистом, да, в этом направлении поработайте, поисследуйте, посмотрите и, я думаю, будет понятно. Вот. Возможно, вы себе подобрали просто неверную компанию, ну, компанию, которая вам не подходит, подходит. Вот. Возможно, в этом все дело. Ну, в том числе. Вот. Так что, данный аспект тут тоже можно и нужно иметь в виду. Ну, без анализа, да, без анализа, более такого, детального, я бы сказал, что это просто предположение сейчас. То, о чем мы говорим. Вот. Обратите внимание на то, что вы не задаете вопрос. То есть, вопросы у вас не фигурируют. Вот. Ну, у вас в тексте нет вопросов. Вот. Вы его не пишите. Вот. То есть, совершенно непонятно, непонятно, чего на данный момент вы хотите, что на данный момент вам нужно. Вот. Хотите ли вы разобраться со своими заскоками или наладить отношения, к примеру, с друзьями со своими. Вот. То есть, что именно вы хотите. Вот. Это, мне кажется, очень важный момент, который вам необходимо рассмотреть и разобрать. Вот. Вот. А вот, в принципе, то, что можно вам ответить на ваш тек. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Я надеюсь, что это было важно для вас. Надеюсь, что это поможет вам в дальнейшем. На этом всё. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Готовим. Чтобы было интересно, я Way. Продолжение следует...